Вопрос. Что делать человеку, если он в состоянии и храма совершил одно из запретных действий по забывчивости или незнанию? Ответ. Хвала Аллаху. Шейх ибн Усеймин сказал, если человек в и храме совершил какое-либо из запретных действий, забыв или не зная, то он ничего не должен. Однако он должен оставить это действие, как только вспомнил, если забыл, или узнал, если был в неведении. Пример этому, если мужчина забыл и в состоянии и храма облачился в одежду, которая запрещена при и храме, то он не считается грешным и не должен совершать искупительных действий. Но как только вспомнил, он обязан снять ее. Или если он по забывчивости остался в брюках, но после того, как намерился войти в и храм и начал произносить слова тальби и вспомнил о них, он тотчас же обязан снять брюки. И тогда он не будет обязан совершать искупительных действий. И также в том случае, если человек не знал. Например, человек надел футболку без швов, думая, что запретной является одежда, у которой есть швы, шитье. Этот человек не обязан совершать искупительных действий. Но как только он узнал о запрете облачения в футболку, даже бесшовную, он обязан снять ее. Общее правило в этом вопросе, если человек совершил какое-либо из запретных действий по незнанию, забывчивости или под принуждением, то он не грешен и не совершает искупительных действий, так как в Коране сказано «Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись». После чего Аллах сказал «Я ответил на эту мольбу». Также он сказал «Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце». Аллах прощающий, милосердный. Также, говоря об охоте, которая является запретной в состоянии Ихрама, Всевышний сказал «Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно». И нет разницы между облачением в запрещенную во время Ихрама одежду, нанесением благовоний, убийством дичи, подстриганием волос и другими. Несмотря на то, что некоторые ученые различают между этими действиями, верным мнением является то, что между ними нет различия. Потому что эти запретные действия входят в группу действий, которые не считаются грехами и не имеют искуплений, если были совершены по незнанию, забывчивости или под принуждением.